Процесс развития натюрмортной живописи во второй половине 17 века привел к выработке новых форм и постановке иных задач, связанных с запросами своего времени. Внешними признаками такой системы явились возвращения горизонтального формата, замена темных фонов светлыми и переход к новой тематике, вызванной к жизни изменениями вкусов буржуазии, стремившейся подражать аристократии соседних стран. Последняя, в свою очередь, стимулировала популярность вновь, вошедших в моду цветочных натюрмортов, а также картин с битой дичью и своеобразного типа произведений, исполнявшихся теми же мастерами охотничьего натюрморта и фиксировавших жизнь живых существ на открытом воздухе. Ведущим мастером позднего голландского натюрморта, в творчестве которого прослеживаются почти все эти черты, стал Вильям Ван Алст. Художник, наделенный более чем кто-либо из крупных голландских натюрмортистов конца века, как широтой творческого диапазона, так и поэтическим дарованием. Первые уроки живописи Вильям Ван Алст, как об этом свидетельствует Арнольд Хаубракен, получил у своего дяди Эверта Ван Алста и оказался столь способным учеником, что уже в юные годы добился большой известности. Хаубракен в своей характеристике Алста указывает на чистый иллюзионистский подход мастера к изображаемым вещам, говоря, что он так великолепно передавал природу, что его работы воспринимали не как картины, а как явление самой жизни. Не случайно, по словам биографа, Алста, работая четыре года во Франции и семь в Италии, пользовался большим авторитетом у высокопоставленных заказчиков, кардиналов, князей и других знатных особ. В 1656 году, когда он вновь вернулся на родину и поселился сначала в Делте, а затем в Амстердаме, его картины и здесь высоко оценивались всеми знатоками и оплачивались по самой высокой цене. Живя в Италии, Алст стал отныне подписывать свои картины не голландским именем Вильям, а на итальянский манер Гильелем. Там же он получил, как рассказывает Хаубракен, и большую золотую медаль на золотой цепи от великого герцога Тосканского. Хаубракен, сослов художника Николаса Варкорлие, приводит романтическую историю, из делских лет жизни Алста. Живший по соседству с Марией ван Остервейг, Алст часто посещал дом ее деда, где она проживала, и любовался ее работами. Наконец он выбрал удобный случай и предложил ей свою руку и сердце. Мария вовсе не имела желания вступать в брак, хотя внешне это нежелание ни в чем не проявляло. Она была на редкость благонравна и без устали отдавалась работе, тогда как он нередко проводил время в беспутных компаниях. Поэтому она поставила перед ним условия, по которому он в течение всего года ежедневно подолгу должен был заниматься живописью. И только тогда она соглашалась принять его предложение. Если же он не сможет это выполнить, она получает право взять назад данное ему обещание выйти за него замуж. А обстоятельства сложились так, что они жили в таком близком соседстве, что она из своей мастерской могла видеть его и разговаривать с ним. Поэтому Мария всегда могла узнать, работает он или нет. И если в заранее обусловленное время он не отзывался на ее обращение, то она делала мелом штрих на своей оконной раме. Пан Алсту, когда он со словами признания хотел к ней прийти, стало ясно, что весь этот год за ним записывались его прегрешения, и ему даже не стоит заходить, чтобы узнать о результате. Музыка 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 Искусство Астры несомненно сближается с изысканиями Яна Дэвидса де Хэма и в первую очередь с самим типом построения натюрмортной группы. Это хорошо видно на примере картины «Фрукты на столе» 1646 года. В ней изображена мраморная доска стола, наполовину покрытая тяжелой бархатной скатертью с серебряной бахромой и небрежно сваленная прямо на скатерть горка ягод и фруктов, арбуз, персики, яблоки, сливы и виноград. Иногда к такому чисто десертному набору предметов добавляется бокал вина и булочка, как в десерте, находящемся в Санкт-Петербурге государственном эрмитаже, имеющем даже фальшивую подпись Яна Дэвидса де Хэма. Вполне очевидно, что фальсификаторы этой подписи не стали бы ее ставить на полотно, имеющее мало общего с работами знаменитого мастера. Вместе с тем, обе эти композиции отличаются от работ Яна Дэвидса де Хэма, своей трактовкой пространства. Если в картинах последнего царит мягкий полумрак, окутывающий детали заднего плана, то у алстов фон заметно темнее, почти полностью растворяет силуэты и краски более удаленных от зрителя предметов. В меньшей степени это относится к стокгольмской картине, где предметы лишены столь жестких, почти чеканных контуров, как в Санкт-Петербургском натюрморде. Но и здесь налицо специфические особенности стиля мастера. Выдержанный в холодных, сине-стальных тонах, колорит и гладкая, почти эмалевая поверхность живописного полотна. Санкт-Петербург О том, как изменился характер творчества Вильяма ван Алста после переезда в Амстердам, самым наглядным образом можно проследить по целой группе его десертов и роскошных натюрмортов, в которую входят такие известные работы, как десерт, находящийся в Копенгагене 1657 года, завтрак с селедкой 1659 года в Гетеперге художественном музее, натюрморт с серебряным кувшином, раковиной на Утилиус, виноградной гроздью и персиками 1659 года, находящийся в Берлине государственном музее, фрукты на столе в Антверпене, Королевский музей изящных искусств, завтрак 1660 года, находящийся в Глазго. Бросаются глаза, что во всех этих натюрмортах мастер избрал пирамидальную композицию, а в натюрмортную группу совсем в духе работ Калфа включил позолоченный серебряный кувшин, высокий венецианский бокал и раковину на Утилиуса. Субтитры создавал DimaTorzok В ряде случаев Алст сознательно идет на снижение пафоса своих роскошных натюрмортов, вводя в сервировку поднос с селедкой, пучок зеленого лука или поданную на тарелке белую морковь. В других работах, таких как «Розы и персики», «Цветы и сливы», находящиеся обе в Москве, Государственном музее изобразительных искусств, и «Завтрак с устрицами» 1679 года, находящийся в Дрездене, мастера по-прежнему привлекает изысканность тщательно сервированного стола. И если судить по таким известным цветочным натюрмортам Вильяма ван Алста, как букет в вазе, стоящий на мраморном столике 1633 года, ваза с цветами 1658 года и серебряная ваза с цветами 1663 года, то можно сделать вывод, что художник, хотя и не избежал влияния Яна Давицы Дахэма, но привнес в этот вид натюрмортной живописи новое асимметричное построение букета. Не вдоль продольной оси, а по диагонали, идущей от левого нижнего к правому верхнему углу картины. Другая особенность цветочных натюрмортов Алста – умение с помощью света уловить динамику жизни во множестве ее проявлений и создать цельное и гармоничное звучание всех элементов изображаемого. Эти работы служат примером тональной живописи, приближающейся к пленерным решениям, в которых свет и воздух являются основными факторами, усиливающими впечатление материальной осознательности предметов. Субтитры создавал DimaTorzok Еще заметнее склонность к подобным поискам проступает в таких поздних работах мастера, как «Розы и гвоздики», «Кембридж» музей, «Фицуильяма», «Натюрморт с фруктами» 1664 года, «Мадрид» музей, «Тисен Барнемиса», «Виноград и персик» 1670 года, «Париж-Лувр», «Два персика» 1672 года, «Антверпен» музей, «Майера-Вандер-Берга» и «Натюрморт с фруктами» 1681 года, Санкт-Петербург – государственный эрмитаж, отличающихся необычайно тонким цветовым решением. Хотя основная масса предметов «Натюрмортной группы» погружена в полутень, последнее почти не ощущается. Каскад горячих солнечных лучей, падающих на предметы переднего плана, определяет здесь цветовое-световое единство этих картин. Из-за того, что различие в степени затененности достигается с помощью валеров, оттенков цвета, в зависимости от цветосилы и цветоповерхности вещей, все в этих картинах многоцветно. Прозрачность же и вместе с тем достоверность тонов явно указывает на непосредственные натуральные наблюдения живописца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не менее известен был Алст и как неподражаемый мастер натюрмортов, сбитой дичью, получивших значительное развитие признания в голландской живописи второй половины XVII века. Видно, что Алст в совершенстве оладел иллюзионистской передачей поверженной дичи. Иногда натуралистически поданную картину, подвешенную низ головой за одну из лапок битой птицы, ас сопровождает и другими атрибутами охоты. Трудно найти у кого-либо из мастеров голландского охотничьего натюрморта подобное богатство цветового решения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Магическая преобразующая сила светотени играет огромную роль в моделировке предметов натюрмортных групп этих работ, придавая им в целом иллюзионистский характер. Светлое оперение подвешенной за лапки птицы воспринимается зрением особенно объемно из-за того, что внизу птичью тушку окаймляют интенсивно звучащие цвета начищенного до золотого блеска рога или ярко-голубые полосы бархата, брошенного на стол пустого якташа, а вверху глубокая тень от ниши. Алст проявляет здесь свои способности виртуозного колориста, смело противопоставляя серебристо-серые оттенки оперения, золоту рога и светлой голубизне якташа. Мастерская передача фактуры вещей позволяет зрителю ощутить мягкость и теплоту бархата, прохладу и полированной поверхности латунного охотничьего рога и твердую упругость кожи ремня. Мастерская передача Та же живая вибрация цветов свойственна и картине чертополох с ползающими насекомыми и рептилиями. 1671 года Карлс Роэ Кунсхарль. И хотя Алст не был основоположником этого типа натюрморта, фиксировавшего жизнь растений, насекомых, рептилий и других мелких животных, устроенным на открытом воздухе террариуме, и здесь мастер сумел предать особую привлекательность таинственному миру колючек и пресмыкающихся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok